Да, хе-хе, облетенение. Смотри-ка, Хаюстон. Хаюстон, у нас проблемы. 71 км в час вы можете наблюдать на своих голубых экранах. Смотрите, крыло выгибается, выгибается, выгибается. А сейчас перегрузка нулевая, сейчас невесомость почти. Чуть легкая, положительная. И сейчас опять крыло будет выгибаться, потому что опять пойдет нагрузка. Оп. Вау. Ну я еще тот. Аэробат. Вот он парашютирует. Он совершенно не хочет валиться ни в какой штопор. Слушайте, как трясется все. И теперь раз, ножку, оп. Чпу. И сводился ручку в нейтраль. Прекрасный аппарат, я его обожаю. Эх, я вам ее покажу. Лучший добыватель сахарской пыли. Эть. Думайте, я вас обманывал? Вот он, порошок волшебный. Здравствуйте, глупо уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, в каком мы прекрасном месте. Догадайтесь, где мы. Вот ни в жизни не догадаетесь. Потому что везде облака. Видите, полностью все застелено облачным ковром. И в этом интрига момента как раз. А находимся мы на самом деле рядом с нашим аэродромом. А я вам его сейчас крылом покажу. Вот крыло сейчас показывает на аэродром. И вот это реально чудо, когда рядом с аэродромом находится феновая щель. Что такое феновая щель? Дело в том, что сейчас вы наблюдаете редчайшее явление южной волны бриллиантовой. Она бывает где-то 3-4 раз в год. И в ней выбраться тяжело высоко. Потому что, как вы видите, все полностью затянуто облаками. Обычно начинается дождь. То есть, как только что-то более-менее наладилось с волной. Вот вроде как пошло. Нас начинает выкидывать вверх. Образуется многоярусная облачность. И начинает лить дождь. То есть, южная волна долго не живет. Она вот расколыхалась. Чпунь вверх. Выкинула нас. Дальше все накрылось дождем. И ничего интересного. И сейчас могло бы быть примерно то же самое. Посмотреть. Видите, до горизонта видите. Все застелено. И там действительно валит дождь. Но на наше счастье, волна образовавшаяся организовала процесс движения атмосферы над нашим аэродромом. И образовала вот эту феновую щель. Почему образуется феновая щель? Сейчас я доверну немножко в нужную нам сторону. И покажу крылом. Дело в том, что ветер дует. Сейчас. Вот так ветер дует, откуда крыло показывает. С юга. Там у нас находится хребет. И воздух, который разогнался. И вообще движется за скорость 70 км в час. После определенного хребтика опускается резко вниз. Облака от этого разогреваются. Тают. Образуется пространство без облаков. А потом воздух отскакивает вверх. И опять образуют облака. Вот, собственно, вот это простейшее метеоявление при волновых процессах, оно и дает нам возможность летать над облаками сейчас и иметь возможность вернуться домой. Я сейчас реально на таком, как это, вдруг себя покажу сконцентрированного. Реально сконцентрирован, потому что если феновая щель закроется, то нам придется каким-то образом спускаться экстренно вниз, не видя земли. А в горизонте на этом планере нет. То есть мы в этом случае нарушим режим визуальных полетов. Это будет очень плохо. Почему это может быть очень плохо? Потому что внизу горы и верхушки гор во многих местах уже утыкаются в эти облака. Я вот в этой ситуации не хочу оказаться, когда как раз и перед тобой гора выскакивает. Поэтому я внимателен, насторожен, осторожен. И пока спокойненько летаю, наблюдаю за щелью. Сверху, как вы видите, линзы. То есть если мы полетели бы в том направлении, мы бы перед линзой тоже взяли бы волну. Выбрались на 5800. Сейчас мы значительно ниже. Потому что выше не можем. Ну не потому что не можем из-за волны, а потому что по экспейсу не можем выше. Так вот, туда как раз можно было бы далеко податься, попасть над экранцем еще в волну еще. Но это было бы уже опасно, потому что, видите, облачь здесь рослась. Ну вот есть еще в районе Пик-де-Бюра, видите, там микро-такая щелочка. Но вот через такую щелочку, скажу вам честно, очень тяжело опускаться. Мы с моим другом Сашей попали в Пиренеях, в такую вот южную подлую волну. И реально у нас щелочка захлопнулась. Мы на полностью выпеченных воздушных тормозах по двумя горизонтом шуршали вниз. Так что это, ну такое, не сказать самоубийство, но лишний риск на свою задницу сейчас пытаться куда-то далеко лететь и рисковать, потерять видимость. Крыло показывает вам сейчас в сторону долины Роны. И там, видите, облака выше, там и тут уже грозы. Собственно, эти грозы сейчас через некоторое время и к нам притянет. То есть у нас остаток времени небольшой. Просто не смог удержаться. Я пообещал себе не снимать видео, пока не смонтирую все старые. Ну вот как я могу удержаться и не показать вам вот эту красоту. Опять же, надо было снять привет химтрейльщикам. Видите, какое у нас крыло показывает, на какой химтрейл. Христом две дорожки от самолетов. Только что над нами летали самолеты. И вот они даже где-то там летают. Как считают химтрейльщики, эти самолеты распыляют. И как раз по их мнению, вот там такая теория. Вот летают самолеты, распыляют что-то. За ними такие крестообразные расползающиеся следы. И потом вдруг портится погода. И портится погода, все начинают кашлять, болеть. Им становится плохо. Но я вам сейчас расскажу, почему такое бывает. Ну, болеть начинают, потому что простужаются. Потому что погода обычно портится, и идут дожди. Второй момент, что видите, волнообразные процессы в верхней части атмосферы тоже идут. И вот эти следы, которые сейчас видимые, остатки от инверсионного следа самолета, там находятся, потому что там, в этой зоне, идет подъем воздуха. И происходит конденсация. А то же самое, как и вот здесь. Видите, вот идет подъем воздуха после феновой щели, и происходит конденсация. А вот здесь воздух опускается, вниз идет, и происходит испарение. Именно поэтому самолет может создавать прерывистый инверсионный след, который будет не потому, что он включает распыление и выключает распыление, а просто потому, что так устроена наша атмосфера. Она раскачивается, и, соответственно, в месте, где воздух поднимается вверх, инверсионный след проявляется. Вот крыло показывает еще на один. Жалко, самолет перестал летать, тут сразу как раз штукки четыре двигалось. Между тем, я, как видите, немножечко удалился от феновой щели, пробиваюсь назад, чтобы, так сказать, не попасть в просак. Вижу, что здесь вот образовалась немножко атмосфера, мгновенно перестраивается. То есть совсем недавно здесь все было затянуто, помните? И была одна единственная дырочка наша. А сейчас немножечко все опять, вот-вот, бесконечный водопад внизу сейчас. Вода сверху падает, на склон дует ветер, ветер эту воду поднимает вверх, и в то место приходишь, и там постоянно такое огромное количество брызг, и вот действительно воду выдувает и закидывает наверх в гору. Часть, конечно, падает вниз, иначе бы там озеро бы с берегов вышло. Но выглядит, конечно, очень интересно. Так, что еще вам сделать такого интересного? О, а петлю хочешь на планере? Да. Петлю хочешь? Да. Я же получил рейтинг, этот самый, акробатический, наконец-то. А планер ДГ-500, в отличие от планиров современных, сертифицирован. Сейчас разгонимся, петлю сделаем. Сертифицирован для выполнения петли, никаких проблем с этих нету. Смотрите, оп! Ну, я еще тут, аэробат. Не люблю делать большой перегрузкой, вот. Как крыло при этом себя ведет? Некоторые говорят, а как у вас крылья не отваливаются? Это потому, что нагрузка не такая уж и огромная на петле. Порядка, я включал акселерометр, порядка 3G выдает эта штука. Давайте еще разочек сделаем. И здесь, смотрите, крыло выгибается, выгибается, выгибается. А сейчас перегрузка дулевая, сейчас невесомость почти. Чуть легкая, положительная. И сейчас опять крыло будет выгибаться, потому что опять пойдет нагрузка. Оп! Ну и вот. Сколько высоты мы теряем за петлю? До метров 50. Немного. Ой, обожаю пошалить. Так вот, почему современный планер не может делать петлю? Да он может. Просто сертифицировать его на акробатику стоит больших денег в современном мире. Если 30 лет назад ДГ-500 просто изначально проектировали, что он может делать акробатику, и система сертификации была простая, то сейчас ни одна фирма в здравом уме и твердой памяти не потратит огромное количество денег на сертификацию какого-нибудь парителя для выполнения, например, петли. Хотя он петлю может. Что он еще может? Собственно, он и штопор может. Насколько хорош планер ДГ-500. Вот, смотрите, я сейчас теряю скорость, чтобы ручка попала еще. Вот, он парашютирует. Он совершенно не хочет валиться ни в какой штопор. Вот, слушайте, как трясется все. Трясется все, потому что на центроплане, вот здесь, происходит срыв потока. Здесь вот звук такой, так-так-так-так-так-так-так-так. Мы сейчас в волне, поэтому все это прям хорошо видно. И планер летит, ручка при этом вот на упоре. Все, ничего никуда. Но я могу, конечно, закрылок переставить. Оп, давайте в ноль поставлю. Для чистоты эксперимента, может на нуле. Захочется ему сорваться. Нет, тоже самое. Вот, ручка. Летит, парашютирует. И даже высоту не теряет сильно. А теперь, чтобы его все-таки свалить, надо сунуть ногу. Давайте в левую сторону. Вот, я сейчас левую ногу сую. Вау, посыпался. Все. Дальше пошуршал вниз, но я крутить не буду. Витки это не нужно. В нашем текущем положении. Но вы поняли, насколько машина простая. Как только ручку перевел в нейтраль, он сразу из нее выходит. Ну, давайте для разнообразия и в правую, что ли, сторону. Ну, вот как он трясется у нас. Трясется, видите, все равно летит. Опять же, показываю, летит. И теперь раз, ножку. Оп. Чпу. Не сводился. Ручку в нейтраль. И вот, чуу. Прекрасный аппарат. Я его обожаю. На самом деле, вот эти вот штопорные характеристики мягкие крайне важны, потому что на том же, наверное, мою посадку эпическую с отказавшим двигателем. Самолет, кстати. Я вижу. Что-то с движком почему-то стал двигать. Сейчас будем разворачиваться, заходить. Я сейчас так. Блядь. Только мне на колдунную не ловился. Заяцем сели. Так вот, у Земли, когда планер летел, если бы я сделал какую-то большую ошибку, он мог сорваться, и как раз крылом в землю и понеслась. Он же до последнего держался, и только в метре из-за сильного градиента. Градиент, это значит, что? На 10 метрах ветер был, там, допустим, 15 метров в секунду, а там в 2 метрах на Землю и 5 метров в секунду. То есть резкое стихание ветра, как следствие падения скорости планера. И вот я обычно захожу при сильном ветре, прям на 140 иду до планеты, и дальше выравнивание, выдерживание. Но здесь была не та ситуация, тут же высоты не было немного, поэтому я выровнялся, выровнялся высоко из-за травы. И вот когда планер завис на высоте 2 метра, я решил еще немножечко вперед пролететь. Думаю, вот как раз мне хватит до того места, где трава невысокая, точно крылом не зацепленится, циркуль не скрутим. Вот это была моя ошибка, и вот это задержание ручки. Я потерял скорость, я вот при моем опыте потерял скорость до прошитирования. И планер дальше с метра высоты чпок, спрошитировал прекрасно. То есть вот ДГ в этом отношении хвала и честь. Высота 3 километра, мы в постоянном наборе. Но высота нам сейчас не нужна, потому что мы собрались на посадку. Мы налетались, немножечко замерзли, потому что на высоте холодновато все-таки. Землю в дымке практически не видно. Происходит это потому, что у нас в атмосфере огромное количество пыли рассеяно от Сахары. Вот это все прилетело с Сахары. Представляете, вот эта вся гадость. И планер вот наш, жалко, не могу вам показать кромку. Сейчас попробую показать. Она желтая от песка. Эх, я вам ее покажу. Лучший добыватель сахарской пыли. А ведь, думаете, я вас обманывал? Вот он, порошок волшебный. А вот она, как опасность феновой щели. Видите, мы буквально чуть-чуть, один кружочек сделали по ветру, и все, и была огромная, красивая щель. А сейчас мы тут цепляем непонятные, невнятно какие космы. Вот все, вот он край щели. Дальше уже будет все хорошо. Два метра в секунду. Два метра в секунду. А, и это можно было бы делать бесконечно. Ладно, вниз. Сейчас мы вам еще посадку покажем. А посадка будет страшная. Вот я редко говорю, что будет страшно. Потому что ролики в стиле хоррора я не люблю. Да сейчас точно будет хоррор. Волшебное ощущение. Супер. Ожидал такого? Да, вообще не ожидал. Я думал, мы на 1000-2000 поднимемся, по склону полетаем и вернемся. А затянуло конкретно. Да. Затянуло конкретно и тянуло конкретно. Видите, мы летали выше вот этих всех облаков. Видите, никак мы не опустимся. У нас вот опять образовалось какое-то облако. Как не летим вперед, все-таки какие-то облака образуются. Как раз я уже говорил в начале ролика, что самая большая опасность сегодня была бы, это если бы нас затянуло, ну затянуло щель вот эту фленовую как раз облаками. Чпок. Видимости нет. Что бы я делал тогда в этом случае? Некоторые сказали бы молился. Нет, я бы скучил бы, наверное, компьютер бортовой. Летел бы по GPS уже, сохраняя курс. Ну или по компасу тоже можно лететь, если не делаешь кренов. Планер, в принципе, летит прямо. Если ты видишь, что уходит курс, значит, сделаем небольшой крен, видимо. То есть можно даже не имея горизонта, достаточно успешно на планере летать. Ну у нас есть, они выключены сейчас, эти приборы. Экономим электроэнергию. Да, обледенение. Смотри-ка. В чем фокус, друзья? Было очень холодно. Ну в том смысле, что наверху мы были, когда было холодно, и крыло остыло, планера. А по мере снижения, когда мы проходили облачность, высокая влажность была, вот образовался вот этот вот ледок. Не на передней кромке, а чуть дальше. Ну потому что влаги в облаке все-таки недостаточно много, и обледенение пошло по типу, там где падение давления, там произошла конденсация и нарастание ледника. С левой стороны все то же самое. Мне знаете, что интересно? А почему полосами так вот лед? Вот две полосочки там, тормоза воздушные, как-то все. Ну он сейчас ставится, потому что мы опускаемся. Но вот выглядит он прикольно, полосочками. Возможно там на передней кромке как-то муха сдохла, возникает турбулентность, и за счет этого не прилипает, может быть, каким-то образом, так сказать, лед. А может там Нервюра, например, находится, и там крыло не так остыло. Но вы оцените, насколько мрачно все смотрится, насколько вот как мы летали вверху, и насколько теперь все страшно внизу. Я вот даже смотрю вокруг, и у меня настроение сразу улетучивается куда-то позитивное. Какой-то сплошной. Как это? Идем на Мордор! Или на Мордор! Как там в страшных фильмах про Хоббитов? Мордор или Мордор? Хаюстон! Хаюстон у нас проблемы! Не то, что я степлюсь, заболел. Друзья, проблема более серьезная. Посмотрите, дедерочек. 71 км в час вы можете наблюдать на своих голубых экранах. И это дует нам в морду. И проблема в том, что впереди находится склон Арамбра, который обычно нам позволяет парить при сердном ветре, но сейчас мы будем заходить, по сути, в ротор от Арамбра. То есть посадочка будет, ну, я вам скажу, полной гиги-гей. Я смотрю на Колдун на аэродроме. Колдун показывает, что дует как не в себя. И дует с горы. Соответственно, внизу будет беспрецедентно высокий уровень турбулентности. И при такой ветре я еще ни разу здесь не приземлялся. То есть я приземлялся, когда дуло, ну, километров 40. Но чтобы было 71, он сейчас стих, 68. То есть как бы тогда такого никогда не было. И вот опять. Поэтому я концентрируюсь на заходе на посадку, передаю камеру моему ученику доблестному, и будем, как это, молиться мы не будем. Мы будем концентрироваться. Так. Колдун, видишь? Да, вижу, колдун. Это восточный компонент. В общем, тоже приключение нас будет на дом разворачивать. Пошли по ветру. И здесь как раз вот сейчас имеет смысл делать орбитальный заход, не удаляясь далеко от торца полосы, пробиваясь максимально близко. Потому что как запрет, мало не покажется. И плюс у нас еще пол, прямо по курсу. С которого тоже турбулить будет. Поэтому я использую диагональный доход. То есть я сейчас на аэродроме до диагональки. Видите, практически вперед не лечу. После касания нас будет пытаться развернуться здания. Я это тоже учитываю. Вот. Сейчас фактически я против ветра иду. Сейчас доверну так, чтобы идти по оси полосы. Оси полосы пытаюсь поймать. Качает, швыряет. На скорости 120 подхожу к планете. Убираю воздушные тормоза, пытаюсь подтянуться поближе. И аккуратненько, аккуратненько гашу скорость. Да, так, все. Медленно, медленно. О! Смотри-ка. Not so bad. Почему я правее полосы коснулся? Потому что рассчитывал на то, чтобы, если начнет разворачивать здание, у меня будет хоть какое-то небольшое время. Но, как вы видите, гора нас прикрыла собой. Поэтому все хорошо. Снимай ангар мы. Сейчас мы в ангар попытаемся запарковаться. В лучших традициях. О, нас еще сняли, наверное, на вторую камеру. Или нет? Я думаю, да. Эге-гей-гей-гей. Но! Не получилось, хоррора. Как вы видите, друзья, получилось какое-то банальное видео. Обычные банальные посадки. А я думал, получится хоррор. Нет, не вышло. Ну и хорошо. Еще насмотритесь. Обещанная пыль с Сахарой. Ну-ка. О! Ну, друзья, какой слой. О! Сейчас я еще вам добуду пыли сахарской. Эх, я вам ее покажу. О! Лучший добыватель сахарской пыли. А ведь... Думайте, я вас обманывал? Вот он, порошок волшебный. Видите, сдуло пыль. Вот именно из-за этой пыли и происходит такая вот муть в воздухе. Какие-то сумасшедшие птицы летают. Неизвестно в чем они ходят. Вот, друзья, как разбивают фонари на планерах? Только что вы видели момент, когда дунул порыв. Причем дунул. Вы видите, откуда? Это от горы дунуло. Хотя ветер по колдуну дует юго-восточный. Вот в такой ситуации захлопывается фонарь и лопается. Вот балбес волков чуть было не прикончил фонарь на своем планере. Когда всех учеников заставляет всегда фонари закрывать. Вот она разрушительная сила блогерства. Никогда так не делайте. Только никогда такого не было. И вот опять. Чуть не было бах-бах-бах. Ну, пыль я вам показал. Самое главное. До новых встреч, глупо уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Берегите фонари. Они дорогие. Субтитры подогнал «Симон»